Вет огромный, пришли с Самвелом в Азианфуд, видите, азиатская еда, а тут еще закрыто. Самвел кушать хочет. Мы ездили с Самвелом в мир матрасов, в магазин большой, там снимали ролик, смотрели матрасы, Самвел купил кровать маме, вот, и сейчас решили что-то, что говоришь? Заказал уже. Ну, заказал кровать, да. Решили что-то покушать, но тут есть хороший очень грузинский ресторан, да, но он открыт с 11 часов, поэтому нам еще осталось 20 минут, и мы решили сесть тут на парапете, Самвел подумать о жизни своей, вот, заодно зашли в продуктовый магазин, кстати, тут есть круглосуточный продуктовый магазин возле Самвела дома, вот, поэтому очень хорошо. Я уже тут смотрю, что тут еще есть, стоматолог есть, нотариус есть, центр лазерной эпиляции, косметологии, да. Вот я за что тебе говорил, что сейчас придумали какая-то новая технология с зубами, что как-то на компьютере тебе показывают полностью всю твою челюсть, все зубы, короче, все-все-все, где пломба, где дырка, где нерв, и не надо ничего, и сразу же поэтому делают. А что язык был? Кончик язык, а что ты нам делал? А ну, покажи, подойди. Ну, нормальный язык тебе. Какие-то красные точки на языку, конечно. Тебе вечно, как не сырочка, то пардячка, как не одна, то другая. Кстати, зрители говорили мои, что ты почему-то вечно недовольный, когда я тебя снимаю. Ты можешь ответить на этот вопрос, я не знаю. Я просто людям говорю, что ты играешь, что люди думают, что ты... Я думаю, что это делаю специально, чтобы послить зрителей твоих, чтобы они писали больше комментариев. Ну, я же тоже самое говорю. Мне, кстати, в этом не думал, это мне получается интуитивно, как сказать. Ну, нормальные вопросы, почему? Кстати, очень хорошо посмотрели видео, где мы с тобой итальянские ноты говорили. Очень хорошо посмотрели, да. Просили люди еще такое видео, что очень им понравилось. Поэтому, если тебе еще будет надо, можешь брать еще какие-то любые ноты. Мы можем с тобой еще раз посмотреть, чтобы как правильно выговаривать. А зрители не написали, что я лучше это читаю? Не, не написали, да, кстати. Странно. Там один зритель написал, что эти ноты, наверное, писал. Такий же ж умник, как ты. Какий зритель написал? Ну, то зрители очень умные. Таким нотам, извините, ресторан. Ну, остальным очень понравилось. Да. Ну, ты знаешь, что у нас кролик заболел? Нет. Мы купили на рынке маленького кролика рыжего. И что-то его перекосило вот так голову. Мама вчера прочитала в интернете, что это какая-то болезнь. И папа его отсадил. Вот так, перекосило его вот так. Что это такое? Вот так вот голова перекошенная. Я не знаю, кролячие болезни. Ну, короче, мама вчера почитала. 12 часов ночи приходит, говорит, все, бегом пересаживайте кролика. Все кролики подохнут, говорит. Давай 12 часов пересаживать кролика. Ну, кролики, я сейчас скажу, вот как... Болезненные, да. Кроликов держат, какие-то уже. Вот бывает 60, 70, 80 штук купят. Они загляночь все сдохнут. Индюки? Да, они мрут. Причем растут, растут, растут. И уже такие хорошие, знаешь, как здоровые такие уточки уже делают. Все из них большие. То есть, ну, это же... Уточки с индюков? Да. Ну, просто как бы размером, как хорошая утка. То есть, не цеплятор. А индюк может и 15-20 килограмм весить. Они же никакие не мрут. Они мрут, вот именно когда размер, ну, таки примерно. Знаешь, то есть уже ему месяца три, понимаешь? Ты их как раз выкормил. Они такие уже дебилые делаются. Просто как курица размером. И начинают сдохнуть. Слушай, знаешь, что я думал? А давай индюка заведем одного. Выкормим его килограмм до 20. Так мы его потом чеканим. На Новый год. На Новый год вместо бутербродов с икрой индюка заделаем духовку. Я тебе скажу, что мой папа адекватно ко всему относится. Для кого-то мой кот чокнутый ненужное существо. Для кого-то собаки чокнутый. Кто-хто, но мой папа вообще относится к комментариям. Вообще, ему все ровно, да. Ему до одного места. Что там пишут? Да, мама переживает, а папа не. Папа все снимает. Он сейчас и как строит, и кроликов, все, все снимает. Кто? Ну, что сделаешь? Ты забыл, как ты курил? Нет, ну я так просто не курил. Самел, а ну сколько там времени, глянь? Может, нам уже надо пора идти кушать? Может, уже открыл ресторан? Он, в общем, такой, не знаю. Индюк одному будет индюку скучно. Что я говорю? Саша покупает индюков от прораб. Пару штук. Он держит там у себя, выкармит, но он их кормит специальным каким-то кормом, чтобы чистенькие, хорошенькие были. Проходит пару месяцев, они вырастают хорошие. И вчера я, кстати, классную штуку тоже видел в ТикТоке. Значит, такая машинка. Слушай, такая машинка круглая. Какая машинка, ребята, слушай, такой бред. Я не смотрю, это такое говнище. Боже, одно и то самое вверх. Где-то танцы, древняния, какой-то бред собачий, вообще, сивой копыли. Ну, там и редко какие-то прикольчики есть, интересно. Отвратительная соцсеть, я не смотрю, смотрите. Слушай дальше, такая круглая штука. Берешь курицу, уже готовую, зарезанную, ну, опаренную в кипятке. Бросаешь вот эту штуку, она вот так вот крутится. Две минуты, и все перья внизу, и курица голая. Представляешь, я еще такого не видел. Раньше ж люди вручную все это делали, а теперь придумали такую машинку, да. Бросил вот так, две минуты она вот так вот крутится, и водички доливает сверху. Ну, конечно же, она будет вонять. Ой, это вообще такое сверху, я скажу, убивать это дело. Это когда мать не покупаешь нас. А ты грудки шкушаешь, извини меня, стейки? Нет, ну я говорю, что, оттуда, когда ты покупаешь магазин, а когда ты, они уже не доходят, потом ты их мать убила, или отчим убила, а ты сидишь и опатра, и что, сейчас да и не смог. А еще я же тебе хотел сказать, ну, это с Виталиком разговаривали, как вот убивать лучше хурей. Он говорит, я... Я говорю, не, он говорит, я не рубаю топориком, говорит, потому что очень много крови идет, брызгает, говорит. Я беру вот так, говорит, голову, вот так, и ножичком под горло. И все, он говорит, меньше крови будет, знаешь. Ну, а что ж ты хотел? Знаешь, как кури чувствуют, когда залазишь к курятнике, ловишь курицу для того, чтобы... Савел, это нормально, а что ж ты хотел? А на фабриках, как кури выращивают, сколько толпами убивают за день, чтобы блюда мало, что жрать, извини меня, что ж ты хотел? А первобытные люди, как ели? Тоже ели, животных убивали. Поработили животных, все под себя. Вот как бы нас, кто поработил, я был бы доволен. Кто? Как бы нас вот так, на мясо. А кто будет ести человеческое мясо? Чтобы они пришли и жрали нас. Чтобы мы поняли, что мы делаем животными, и как-то остановимся, и я в том числе. Я был бы рад, чтобы нас поработили и жрали нас. Кишок, кишок нашу колбаску делали, кровянку, сальтисон, мозг нашели. Я бы хотел. Косточки наши обгладывали. Нехай бы вот заселилось такое на нашу планету, чтобы мы поплыли в шкуре животных, которыми мы издеваемся. Как он, какая-то сука-живодерка под Запорожжем, в Инстаграме, ты не скидывали, жирная свинья, сучка. Убивает котов, кроликов, кост, даже удавит. Что, снимает на видео? Да, раздавливает. Так что ее не найдут? Не знаю, там, в Инстаграме всякий, ты же просто со мной выставил на сцене. А я не знаю, насколько это правда, значит, выставлять тоже человека, обменить в том, что... А где это найти? Надо посмотреть. Ну, в Инстаграме не скидывай, я тебе покажу. Жирная свинья, понимаешь? Ну, это по-другому. Там видно видео, где она вот, типа, давит. И она в закрытую группу, чтобы принять человека, берет 500 гривен, чтобы закрытая группа, чтобы она в доступ к этим видео был. Понимаешь, сучка? Какая водительная. А, специально, чтобы никто не снял. Да, да. Вот свинья такая. И там люди ее разыскивают. Так, а мы можем зайти в группу закрытую, посмотреть, и зловить ей. Да я что, я в тюрьме сидеть не хочу. Я ее убью. А что в тюрьме сидеть? Мы ее можем найти? Это вообще, за это надо, я не знаю, как, разотрывать ей по пальцу. Мне бы не жалко было абсолютно. Такого человека вообще не жалко. Вот может, я жестокий, может, говорят, вот не месяц, жизнь не давал, чтобы забирать. Вот такой убил бы и рука поднимал, честно. Так некрасиво. Это не судание, но убил бы нахер четвертовалку. Так некрасиво. Если на животных убивают, сука, воничая. Как некрасиво. Это не должен человек такой жить на планете. Кстати, барсик лучше, лучше ходит барсик сегодня. Сегодня опять я спал, со мной спал, значит, я сегодня, короче, вечером сплю, где-то часов 12. Слышу такой звук. Кто-то выпрямил на кровать. Барс пришел, пришел, лих, калачиком свернулся, потом сплю-сплю, просыпаюсь, слышу звук. З другой стороны доли пришла, легла. И я сегодня целую ночь с левой стороны барс спал, с правой стороны доли спала. Какой-то не забывал, как барсик лучше, но в такие моменты коты очень становятся... Ну, он просто на кровати уже спит у меня каждый день. А так как я еще ночую, он месяц-месяц с собой. Ну, я же вот это же глажу, как раньше. Только раньше он под руку ложился, а сейчас не ложится под руку.